Трансляции с африканского сафари могут содержать сцены с охотой и тушами животных. Просмотр на усмотрение зрителя. Здравствуйте! Добро пожаловать в Масаймара этим прекрасным утром. Здесь очень много зебр, и они понятия не имеют о том, что совсем рядом в поисках пищи бродят голодные львы. Надеюсь, охотникам повезёт. С вами Сафари в прямом эфире. Мой любимый прайд Паркомара. Прайд Кигелия. Он готов драться. Хукумури. Без лишних слов. Встречайте, северный клан. Северный клан. Это её земля. Танди. Авокские парни отсюда не уйдут. Авокские парни. Смотрите, это же Кикения. Кикения. Сафари в прямом эфире. Миграция. Как видите, этот львиный прайд продвинулся вперёд и приблизился к зебрам. Кровоядные явно не подозревают, что за ними следят. Надеюсь, скоро здесь что-то произойдёт. Львы нашли подходящую жертву. Это прайд Авина. И в нём всего пять львов. Весь прошлый год мы внимательно следили за ним и выяснили, что в прайде две матери и три молодых льва. Возрастом около полутора лет. Эти полуторагодовалые львы не совсем понимают, что происходит, когда дело касается охоты. Им ещё многому нужно научиться. Место, где мы стоим, находится на границе их территории, и они могут столкнуться с представителями соседнего прайда. Недавно такое уже случалось. Прайд Авина становится всё сильнее и сильнее. Особенно молодые львы. Две львицы, возглавляющие этот прайд, обучают детёнышей самым необходимым навыкам. Часто это выглядит как игра. Но на самом деле эти забавные упражнения готовят подрастающее поколение к более серьёзным вещам. Это самый маленький прайд в округе. С ними соседствуют более сильные прайды, и иногда происходит столкновение. На этот раз Авина повезло. Это прайд Магора, состоящий всего из трёх львиц. Сначала львицы из прайда Магора отступили. И матери Авина пошли в атаку, давая время молодым львам уйти подальше от этой суматохи. Но как только Магора поняли, с кем имеют дело, они изменили стратегию. После первого рывка о матери Авина решили отступать. Битва того не стоила. Они уже знают, каково это – потерять львёнка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, что скоро молодняк будет помогать им отстаивать границы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, этому прайду очень повезло. Хорошо, что противник попался, вероятно, самый слабый из возможных. Но при этом даже самый слабый противник сильнее их. Этот прайд меньше всех в округе. У них всего две взрослые львицы. Но есть надежда, что когда эти две девочки и мальчик подрастут и окрепнут, они тоже смогут охранять и расширять границы территории прайда. А также защищать его добычу. Даже сейчас, как я уже говорил, этим львам пришлось зайти на территорию другого прайда в поисках еды, так как здесь намного больше зебр, чем на их земле. Зебры всегда первыми начинают миграцию. Поэтому многие уже переместились сюда. И именно за ними охотятся наши львы. Сейчас они сидят на месте. Но всё может измениться за долю секунды. И мы вернёмся к вам, как только здесь начнётся движение. А пока можно широко зевнуть. Добро пожаловать в ветреный Масаи Мара. Как видите, я тут наблюдаю за большим львиным прайдом. Его называют прайдом Кигелия. Это один из моих любимых прайдов во всём Масаи Мара. Мы следим за ним уже больше года с прошлой миграции. И за это время львы несколько раз попадали в сложные ситуации. На холмистых лугах Масаи Мара проживает множество семейных стай самых больших африканских кошек. Этот прайд легко отличить по старшей самке с переломом хвоста. Это прайд Кигелия. Сломанный хвост и её группа отделились от большего прайда, состоящего из 13 львов, во время прошлогодней миграции. С тех пор они пытаются отстоять свою территорию. Пять самок взяли с собой двух неопытных молодых самцов. После отделения маленький прайд Кигелия переместился к югу на богатые добычи земли около солонцов. Однако эта территория была занята другими львами. Из-за этого смелого шага практически весь прошлый год прайд был в очень сложном положении. Поскольку прайд Кигелия планирует расширять границы своей территории, вероятно, совсем скоро будут новые битвы. В этом году прайд много передвигался. Сейчас они освоили большую часть треугольника Мары. Очень интересно было наблюдать за их попытками добыть еду до начала миграции. Перемещения уже начинаются. Но львы пока находятся на приличном расстоянии от мест, где они охотились в прошлом году. Любопытно, станут ли они драться с другими львами ближе к миграции. Надеюсь, сломанный хвост и остальные члены прайда Кигелия себя поберегут. Только посмотрите, мы нашли самого знаменитого льва в Африке. Его зовут Шрам. А это одна из львиц райского прайда. Они спариваются. Прислушайтесь к этим звукам. Судесно, правда? Мы искали их всю неделю. И, наконец, они вернулись к берегам реки Мара. Мейн-Норд – популярное место для перехода реки. И оно находится всего примерно в 800 метрах отсюда. Этот львиный прайд не единственный, кто пользуется миграцией для поиска пищи. Берега реки Мара – ловушка. Здесь охотятся львы. Райский прайд научился выжидать усталых пловцов. Берег реки – богатая добыча места для хищников всех мастей. Но правят тут именно львы. Молодежь опытным путем оттачивает навыки охоты. А мушкетеры, взрослые опытные львы во главе с Ашрамом, почивают на лаврах своего превосходства над райским прайдом. Львы, чьи земли пролегают вдоль реки, ожидают прибытия мигрирующих животных. Тысячи усталых, ничего не подозревающих путников, столкнутся лицом к лицу с прайдами Масаи Мара. Выживут только сильнейшие. Смотрите, эта львица идет прямо к травоядным, но они заметили ее. Возможно, сейчас она не очень голодна. Видно, как все встревожились при виде нее. Импала, Топи и Газель Томпсона смотрят прямо на львицу, не отрывая глаз. Она идет к реке, и травоядная здесь за тем же. Больше поблизости нет источников питьевой воды. И львица этим воспользуется. Сейчас она прошла мимо, но, возможно, попытается напасть позже. Мы давно следили за этими гиенами. И вот клану веселой зебры удалось увезти детеныша Буйвола. Только послушайте, это очень тревожный звук. Кадры не для впечатлительных. Это маленький детеныш Буйвола, которого клан веселой зебры смог отбить от стада. Гиены бегут со всех сторон, а Буйвол все громче зовет на помощь. Это может привлечь сюда львов. Как жаль маленького Буйвола. Надеюсь, гиены убьют его быстро. Тяжело смотреть, хотя это природа. Что поделаешь. Посмотрите. Гиены подпрыгивают, чтобы убедиться, что больше никакие хищники не посягнут на их добычу. В таких ситуациях никогда не знаешь, что сейчас будет. Чем громче кричит Буйвол, тем больше шансов появления других хищников. Жизнь и смерть на равнинах Африки Сафари в прямом эфире. Миграция Добро пожаловать на просторы Масаи Мара. Похоже, к нам собирается весь прайд Кигелия. Они услышали, как гиены рычат, визжат и завывают. И это их привлекло. Ну что же, мы сегодня разыскивали прайд Кигелия, а нашли гиен, которые охотились на Буйвола. И им повезло. Они и привели львов. Нам даже искать не пришлось. Очень удачное утро. Видите? Никогда нельзя знать наверняка, что здесь произойдет. Гиены охотились за стадом больше часа. Наконец, им удалось поймать Буйвола, а потом, кажется, они успели немного поесть, прежде чем пришли львы, и отобрали их еду. Обратите внимание, у нас здесь два молодых самца. А вон оттуда не спеша подходит Кипули. И хотя он был немного... Львица погналась за гиеной. Нам нужно смотреть одновременно в несколько мест. Он хочет отогнать молодого самца от добычи. Нет, отвлекся на самок, которые бегут за гиенами. Смотрите, он бежит за шакалом. А теперь, наверное, прогонит молодого льва. Взгляните на него. Он великолепен. Сейчас столько всего происходит, но давайте остановимся на этом... Здоровяке. Он хочет отобрать остатки туши? Похоже на то. Смотрите, как крадется. Рывок. Вокруг туши разыгралось целое представление. Кипули схватил заднюю часть буйвола. И теперь самки пытаются отхватить себе кусочек. Он ложится на тушу, чтобы больше никто её не достал. Похоже, манёвры Кипули увенчались успехом. За этим мы и приехали. Большую часть времени львы дремлют, но этот день вышел очень насыщенным. Снова здравствуйте. Мы всё ещё сидим рядом с Прайдом Авина. Как видите, перед ними много добычи. И они крадутся через высокую траву. Идеальное прикрытие для засады. Мы говорили, что львы борются за еду со своими собратьями. Здесь им также приходится иметь дело с другой большой проблемой – гиенами. В начале недели Прайду Авина удалось добыть себе много еды. Не просто было всего двум львицам побороть южноафриканского буйвола. Однако матерям это удалось, и на время давление спало. Они наелись до отказа, а затем хорошо отдохнули, вздремнув рядышком, как дружная семья. Но с закатом в Африке всё меняется, и скоро львы на своём опыте в этом убедятся. Гиены – эксперты в поиске мяса по запаху, и их большие кланы усложняют жизнь львам в Масаи Мара. Львицы прекрасно об этом знали и начали готовиться. Они первыми напали на гиен до того, как те набрались смелости. Но этого было недостаточно. Гиены перегруппировались и ударили снова. Матери всеми силами старались защитить добычу, а молодых львов поблизости не было. На этот маленький прайд пришлось слишком много гиен. Но это был ещё не конец. Гиены отогнали львиц от туши, но самки вернулись, чтобы в последний раз попытаться вернуть свою законную добычу. К ним присоединились молодые львы. Если львы хотят победить, пора им всем выступить единым фронтом. Это что-то невероятное. Крики гиен, наверное, жутко напугали маленький прайд. Я впечатлён, что львицы так сражались за добычу. Вот идёт молодой самец. Ты не очень-то сильно бился, правда? Но скоро, через несколько месяцев, когда ты немного подрастёшь, ты станешь очень полезным для прайда. И даже сможешь в одиночку охранять вашу добычу, не подпуская к ней этих бессовестных падальщиков. Итак, Джон интересуется, если молодой лев решит подраться с молодой гиеной, кто из них победит? Джон, здесь так много факторов, что точно сказать сложно. Но если взять вот такого молодого самца льва и взрослую, но не старую гиену, я бы поставил на льва всё-таки когти и зубы острые. Но гиен обычно спасает количество. Особенно здесь, в Масае Мара, где они живут огромными кланами. Маловероятно увидеть схватку льва и гиены один на один. Хотя представить её, конечно, очень интересно. А ещё интересно, что происходит у моих коллег. Может, проверим? Очень интересно. Прайд остался далеко позади, а сломанный хвост одна, примерно в четырёх сотнях метров впереди своих сородичей. Пытается поймать антилопу гну. Сильный ветер помогает ей скрыть своё присутствие. Она подбирается очень близко. Помните, что это зрелище не для впечатлительных. Иногда сцены охоты могут быть довольно неприятными. Посмотрите, это невероятно. Вот она, в траве. Она уже совсем близко к этим антилопам. В любую секунду нападёт из своей засады в траве. Она ждёт, пока придёт всё стадо. Вот они. Интересно, она будет ловить молодую или взрослую особь? Вот молодая гну. Идёт сама по себе. То, что нужно львиться. Сафари в прямом эфире. Миграция. Я не совсем уверен, где она. Явно где-то между нами и антилопой. Мы не шевелимся. Вот она. Её не видно. Поймала. Она поймала антилопу. Подождите, давайте подъедем. Невероятно. Посмотрите. Это было потрясающе. Она поймала гну. Сломанный хвост великолепно. Королева Прайда Кигелия показала, что может поймать гну и без помощи остальных. Надо ехать осторожно. Здесь попадаются большие камни. Это молодая антилопа. Она всё ещё жива. Помните, что это зрелище не для впечатлительных зрителей. Кадры могут вас напугать. Ну вот. Сломанный хвост поймала маленькую гну. Это сигалетка. На миграцию следующего года она уже не попадёт. Как умело львица подкралась к этой длинной веренице антилоп. Выждала правильный момент, чтобы выбрать самую подходящую жертву, и вот, смотрите, обеспечила себе неплохой завтрак. Снова здравствуйте. Мы продолжаем следить за Прайдом Авина. В начале недели они определённо сорвали куш, но незваные гости внезапно испортили праздник. Стада мигрирующих животных зашли на территорию Прайда Авина, и эти пять львов не упустят своего шанса. Несмотря на обилие вариантов, маленькому Прайду приходится непросто. Они схватили зебру, но молодые и неопытные львы не очень хорошо справились со своей задачей. Зебра вырвалась, но ненадолго. Львы сменили тактику и со второй попытки повалили измученное животное. Но охота — это лишь один из навыков, необходимых для выживания. Другой — защита своей добычи. Прайд едва успел приступить к еде, как прибыла шумная орава падальщиков. Львы ели так быстро, как только могли. Матери отчаянно пытались держать гиен. Но тех было слишком много. Не стоило вступать с ними в бой. Неопытный Прайд Авина снова проиграл ужин гиенам. Смотрите, приходят остальные члены Прайда. Львица была на охоте, и остальные львы бегут поприветствовать её. К сожалению, она ничего не поймала, но всегда потрясающе наблюдает за встречами львов из одного Прайда. Сейчас прибудут остальные. Вот они. На самом деле, две львицы, которые возглавляют этот Прайд, отделились от Прайда Кигелия, за которым следит Брент. С момента разделения они сами растят этих малышей и пытаются воспитать их. Мы познакомились с Прайдом Авина во время миграции в 2017 году. Две львицы отделились от Прайда Кигелия в начале года и выносили четырёх львят. Два старших львёнка – это сёстры, родившиеся в феврале 2017 года. Младшие – девочка и мальчик – родились в апреле. Самой маленькой была девочка с очень светлым оттенком шерсти. Эта непоседа быстро стала всеобщей любимицей. В прошлом году миграция для Прайда Авина прошла очень успешно. Непослушные львяты были счастливы и сыты. Но такая утопия в дикой природе длится редко. Это последний раз, когда мы видели нашего любимого львёнка. К концу октября озорная девочка исчезла. Для нас было очень тяжело осознать, что маленькая блондинка пропала. Но, к счастью, дела у Прайда идут неплохо. Видите, как одна из молодых львиц пытается играть с мамой? За ней идут брат с сестрой. Они всегда, как хвостик, следуют за матерями, которые стараются показать им пример. Вот они. Мальчик идёт в конце. Это родной брат малышки, которую мы потеряли. Он неплохо подрос, догнал старших сестёр. Так классно, что они проходят прямо перед автомобилем. Можно даже услышать, как трава шелестит. Здорово. Правда? Они ищут, чего бы поесть. И пока мы едем, самое время ответить на вопрос от Джен. Её интересует моё мнение по поводу размеров Прайда. Лучше ли, когда в нём много львов? В основном, да. Чем больше, тем лучше. Многочисленный Прайд может захватить более обширную территорию и поймать более крупную добычу. Да, у них больше голодных ртов. Но, как правило, большие львиные Прайды живут лучше, чем маленькие. Между тем, Прайд Авина – самый маленький в округе. Все соседние Прайды намного больше. Они часто ограничены в возможностях. И... Как видите, на их землях добычи не очень много. Поэтому львам, скорее всего, ещё долго придётся идти, прежде чем им улыбнётся удача. Но мы их точно не оставим. Мы вернёмся к вам, как только они найдут еду. Я слежу за Прайдом Кигелия, и, к сожалению, тут не хватает одного льва. Он однозначно где-то рядом, патрулирует границы территории и охраняет этих самок от львов-мародёров. Его зовут Кипули, и он альфа-самец этого Прайда. Шестилетний самец недавно присоединился к Прайду Кигелия. Его выделяет разрез на носу, но как он его получил – неизвестно. Самцы его возраста обычно создают коалиции. Даже не имея союзника, Кипули хотел возглавить Прайд. Львицы предоставили ему такую возможность. Так как он на три года старше двух младших самцов Прайда, были опасения, что он увидит в них конкурентов и прогонит. Но вместо этого, похоже, он воспринимает их как союзников. Вместе они могут убить большое, опасное животное. Коалиция родилась вовремя, так как во время миграции могут появиться другие львы, которые попытаются отобрать добычу. Отношения Кипули и двух молодых самцов будут выгодны для всех. Вообще-то это очень необычно. Чаще всего старший самец отгоняет молодых самцов. Но поскольку Кипули сам по себе, он решил оставить их в качестве союзников. Таким образом, он сможет контролировать не только Прайд Кигелия, но и более обширную территорию. Имя Кипули тоже необычно. На Суахиле оно означает «кольцо в носу». У него очень характерный разрез в носу, как будто кто-то вырвал кольцо. Итак, сейчас он защищает этих львиц. Так, она встала. Наверное, идет… Спрячусь из кадра. К другим львицам, которые лежат немного дальше. Как бы ее спиной не закрыть. Итак, как я уже сказал, молодые самцы и Кипули сейчас не рядом. Они патрулируют границы. Но мне очень любопытно посмотреть, как будут развиваться их отношения на протяжении следующих пяти недель. Основная часть мигрирующих животных зашла на земли Прайда Кигелия. Тысячи гноу стремились в треугольник Мары из Серенгети. Прайд успешно охотился и сейчас не голоден. Но одна львица не смогла удержаться от искушения. Она начала следить за группой антилоп, которые смотрели в другую сторону. Одна антилопа отделилась от стада, где была в безопасности. И львица напала в нужный момент. Но эта антилопа – закаленный ветеран миграции. Кошке осталось только в полном недоумении смотреть ей вслед. Пока Прайда Кигелия дремлет в солнечных лучах, расскажу вам еще одну важную новость. Одна львица давно не показывалась. И мы решили, что она беременна. Выяснилось, что так оно и было. Давайте посмотрим на это пушистое чудо, которое она принесла на знакомство с Прайдом. Мы в первый раз за месяц видим всех пять самок Прайда Кигелия вместе. И с ними последнее прибавление в Прайде. Шестинедельный львенок. Скорее всего, это ее первый детеныш. В дикой природе Африки много опасностей. Ну а сейчас, в кругу своего Прайда, можно изучать мир и играть в безопасности. И, конечно, смирно терпеть нежности. Будем надеяться, что у львенка появятся браки и сестры, и ему не будет скучно. Мама с помощью других, более опытных самок, постарается вырастить малыша так, чтобы он смог прожить долгую, свободную жизнь в дикой саванне Масаи Мара. Какой очаровательный львенок! Нам крупно повезло, что мы можем наблюдать за такими малышами и за их взаимодействием с другими членами Прайда. Как я уже говорил, его мама ненадолго уходила. Часто самка пропадает из Прайда на время родов. Они рожают в зарослях или между кучами камней, которые разбросаны по всему Масаи Мара. Там же малыши прячутся от опасности, пока мама уходит на охоту или к Прайду. И только примерно раз в месяц она приводит их к остальным львам. Как видите, львы все еще дремлют. Надеюсь, нам удастся взглянуть на малыша, который прячется где-то в траве. Но думаю, пока что Прайд будет держать львенка поближе к себе. Однако нам все же удалось заснять его в начале этой недели. Все восемь взрослых членов Прайда Кигелия отдыхают в тени гигантского фигового дерева, которые растут на лугах Масаи Мара. Мухи не дают им полностью расслабиться после плотного обеда. В попытке уйти от назойливых насекомых одна львица залезла на дерево. Но, к сожалению, ей не удалось найти удобное место, где мухи бы ее не достали. Зато мы увидели этот чудесный пушистый комочек, который стал на неделю старше под охраной Прайда. Как видите, он легко исчезает в высокой траве. Поэтому, скорее всего, он прячется где-то здесь, среди других львов. Нам надо ездить очень осторожно. Впервые став матерью, она может немного нервничать, но мы будем аккуратны. Как же восхитительно наблюдать за этими животными. Если мы увидим малыша, вы первые об этом узнаете. Итак, попытки двух львиц из Прайда Авина найти еду до сих пор не увенчались успехом. Но хищницы не отчаиваются. Надеюсь, им повезет. Эти львицы, как многие из вас знают, потеряли младшего львенка, которому было всего полгода. Это было 8-9 месяцев назад. В последующие месяцы происходило вот что. После исчезновения Светлого Львенка остальные члены Прайда Авина пропали из виду на несколько месяцев. В конце концов, они вернулись. К счастью, остальные три детеныша выжили. Львят им уже больше года, они растут, но все еще зависят от матерей. Младший мальчик уже дорос до размеров своих старших кузин. Короткая грива такого же палевого цвета, как шерсть его погибшей сестры. Матери Авина все еще кормят своих детей и никогда не упускают случая поохотиться. Но им не всегда сопутствует удача. Однако становится очевидно, что молодые львы уже почти так же сильны, как их матери. Они растут, набираются сил и ищут свое место в диком мире Масаи-Мара. Возможно, через несколько минут мы увидим, как молодежь бок о бок с матерями охотится на крупную добычу. Они выбрали себе жертву. Это жираф. Вероятно, один из самых сложных противников. Уступает только слону и бизону. Львам будет непросто завалить настолько большое животное. Кроме того, это опасно. И охотиться умеют только две львицы, одна из которых сейчас забралась на термитник. Она пытается вычислить, на какого из жирафов напасть. Я хотел бы показать вам эту невероятную сцену, в которой приняли участие наш Прайд и не один, а целых два представителя Большой Пятерки. Черные носороги известны своей агрессивностью. А молодые львы – своим любопытством. Неопытные львы Прайда Авина нацелились на детеныша. Казалось бы, легкая добыча. Но они не учли, что рядом его родители. У черных носорогов плохое зрение, поэтому хищники могут с легкостью подобраться к ним очень близко. Но только тихо и с подветренной стороны. Почуяв угрозу, носорог повернулся в сторону львов. А дальше произошло нечто неожиданное. Появилось стадо слонов, также с малышом. Слонихи всегда яростно защищают своих детенышей и терпеть не могут львов. Но с носорогами у них отношения тоже не сложились. Так что львы пока вне опасности. Носорог вел себя очень смело, хотя ему угрожали более крупные и превосходящие числом слоны. Фантастическая демонстрация мощи двух легендарных гигантов Африки. К счастью, эта встреча не дошла до драки. Зато напомнила неопытным львам, кто здесь главный. Сафари в прямом эфире. Миграция. В период затяжных дождей, до прибытия мигрирующих животных, сломанный хвост и прайд Кигелия решили поохотиться на буйволов. Два молодых самца прилично подросли и стали полноценными членами прайда. Постоянное присутствие кипули сделало прайд еще более смертоносным. Атаки львов стратегически выверены и нацелены на отдельных особей, а не на стадо. Сначала нападают дерзкие молодые самцы. Они окружают буйвола и по очереди кусают сзади, избегая опасных рогов. Львы инстинктивно целятся в уязвимое место, пытаясь перекусить сухожилие. Буйвол долго и храбро сопротивляется, но в конце концов кипули оказывается сильнее. Сломанный хвост подходит спереди, душит буйвола и прекращает его вой, который может привлечь падальщиков. Когда миграция дойдет до земель прайда Кигелия, эти навыки им пригодятся. Поведение львов очень интересно. Коалиция между самцами переходит в крепкую братскую связь. Они все спаривались с разными самками из прайда Солонца пару недель назад. Но довольно долго не трогали самок из прайда Кигелия. Отношение между львами и львицами прайда Кигелия привело нас к печальным выводам. Молодые самцы из прайда Кигелия не перестают удивлять. Благодаря альянсу с кипули они получили то, что крайне редко удается самцам их возраста – право на спаривание. Иногда они даже не стесняются кипули, которые гораздо старше и больше их. К сожалению, мы выяснили, что это самка, мать львенка, которого мы видели несколько недель назад. Значит, самый молодой член прайда не дожил до миграции. Подробности нам неизвестны. Мы ежедневно следим за этим прайдом, и нам было очень печально осознать, что этот милейший комочек львиной радости очевидно, погиб. Но такова жизнь. И здесь, в Масаи Мара, не только антилопам, но и большим кошкам приходится бороться с различными испытаниями и видеть горе. Мы помним, как Кикения потеряла всех пятерых котят. Но сейчас у прайда Кигелия период достатка, и это спаривание означает, что скоро у них появится еще несколько львят, которых мы обязательно вам покажем. Эта львица из Авино все еще пытается выяснить, где ее прайд. Жираф явно ее заметил, поэтому у нее нет шансов его поймать. Какая необыкновенная сцена. Жираф просто хочет убедиться, что львица не подкрадется к нему слишком близко. Удивительно, как уверенно он себя ведет, зная, где находится хищник. Не только сегодня удача обходит прайд стороной. Всю неделю охота не приносит должных результатов. В перерывах между тщетными поисками добычи члены прайда Авино активно укрепляют семейные отношения. Это явный знак того, что они очень заботятся друг о друге, а также могут полагаться друг на друга. Поток миграции еще далеко, и еду добыть трудно, но матери стараются быть примером. Они всегда идут впереди, работая в команде, чтобы обеспечить пропитание своим детям. На их землях растет много высокой травы, что усложняет поиски добычи. И они используют термитники, как наблюдательные пункты. Львы проходят километр за километром под палящим зноем, настоящее испытание, учитывая их голод и отчаянное положение. Они наткнулись на топи, но не смогли за ней угнаться. Антилопа вовремя заметила их и ускакала. Прайду Авино сейчас приходится нелегко. Будем надеяться, что миграция скоро доберется и сюда. Очень жаль. Ей до сих пор не удалось найти свой Прайд. Но, как видите, именно матери берут все на себя, когда дело касается охоты. Она проходит прямо перед нашим автомобилем. Посмотрите поближе. Просто невероятно.